Добрый вечер, уважаемые участники! Всех рад приветствовать на новом вебинаре, который будет проводить FUAD. Тема важная, особенно в свете того, что мы видим продолжающуюся коррекцию на фундовом рынке и, безусловно, те инвестиции, которые могли быть сделаны давно или следование тому принципу, что, в принципе, все коррекции откупаются, все растет. Оно сейчас несколько нивелировано той коррекцией, которая на рынке происходит, но такое бывает довольно-таки часто и, опять же, важно к этому подготовиться и иметь на вооружении те инструменты, которые позволяют хеджировать портфель или отдельные бумаги, как называется наш вебинар, для того, чтобы использовать как раз эти инструменты. Но прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, она связана с рисками. С этими рисками важно ознакомиться, разобраться и, я думаю, что этот вопрос также FUAD будет затрагивать в ходе сегодняшнего вебинара. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, напомню, что, точнее скажу, что наша компания работает на рынке уже более 21 года. Мы работаем в разных юрисдикциях. Вот сейчас вы видите те актуальные лицензии, которые у нас есть и сейчас на подходе также новая лицензия в Южной Африке и в Канаде. Скорее всего для вас будут более подходить те операционные компании, которые уже представлены, но компания расширяется, проводит новые экспансии на новые рынки. Мы предлагаем инструменты для трейдинга именно с кредитным плечом и без кредитного плеча через самые популярные платформы, через метатрейдеры, через веб-версию нашу, которую мы разработали. Также можно пользоваться веб-версией и мобильной версией, которая доступна от метатрейдера. По сути, здесь для любого трейдера, для любого инвестора есть набор инструментов, которые можно пользоваться, всегда их можно найти. И также мы в компании предоставляем более 8000 торговых инструментов, то есть это и акции, и индексы, и валюты, то есть максимально ликвидные инструменты, которые интересны на рынке. Также из последних новостей скажу, что у нас было запущено пару месяцев назад возможность покупки дробных акций именно в инвестиционный портфель, то есть когда вы покупаете дробные акции не с плечом, но имейте возможность купить часть Амазона, да, или часть других, более дорогих компаний, также с шагом 1 сотую, то есть буквально 1 сотую в бумагу можно инвестировать, да, то есть купить ее часть, и это дает больше гибкости при также формировании портфеля. Мы уделяем большое количество внимания в компании обучению, поэтому мы рады, что Хуат присоединяется к нам, да, делится своим опытом, рассказывает о рынках, разбирает интересные ситуации, ну и безусловно разбирает такие специфические темы, которые актуальны на рынке. Также со своей стороны скажу, что у нас есть разные каналы, да, на которые также рекомендуют подписаться, это наш YouTube канал, это наш Telegram канал, это также те вебинары, которые мы проводим и с Александром Элдером, и с Кривым Лембиту на различные темы, которые как раз дают образовательное понимание, то есть что происходит на рынке, но безусловно все специалисты, практикующие трейдеры, инвесторы, поэтому здесь всегда важно получать информацию от людей, кто непосредственно занимается рынком. Все ссылочки я также добавлю после того, как закончу, ну и хочу представить Фуата. С Фуата мы сотрудничаем уже много лет, да, наверное, более 10 лет, да, даже больше 15 лет, сколько напомню, скажи. Я думаю, что с 6-го я вообще как-то с вами связан, а вот сотрудничаем, именно ведем вебинары, курсы и так далее, больше 10, да. Ну, давай считай с того момента, когда мы связаны. Да, и Фуат проводит и онлайн мероприятия, да, в формате вебинаров, в формате мастер-классов, курсов. Также мы проводили и офлайн-встречи в разных странах, да, в разных городах. Записываем с Фуатом подкаст два трейдера, которые также у нас доступны на наших платформах, поэтому если вы подпишетесь на Telegram, то там всегда вы получите обновление как раз на тех материалах, которые мы публикуем. С мастером это все, Фуат, тогда передаю слово тебе. Да, спасибо, Роман. Сегодняшний наш вебинар, он на самом деле теоретический даже, понимаете, вот как бы называется он как хеджировать, топ-5, но нам сначала надо понять, что такое хеджирование, дальше каждый сможет сам применить. Способов хеджа на самом деле не десятки, не то чтобы не сотни, их не десятки. Есть какие-то основные способы, методы и все ограниченный такой список. Ну, если быстренько перечислить, то это начнем с самого не хеджевого, так скажем, инструмента. Это стоп-лосс, да, все знают, что это такое, все очень просто. К сожалению, он не идеален стоп-лосс, он срабатывает часто тогда, когда не нужно, проскальзывание, все что угодно может произойти. Второе, локирование, вы знаете, наверное, что это такое, я покажу вкратце. Это когда вы, по валютным парам это возможно, на акциях это невозможно, локировать это значит вставать в две противоположные позиции одновременно по одному и тому же инструменту. Ну, допустим, евро-юсд-бай, евро-юсд-сел. Для чего это делается, тоже объясню. Казалось бы, глупо, ну зачем, если у тебя бай, зачем ты сел делаешь или закрывай позицию и все, да. Речь тут не о закрытии позиции, с бай и сел, две открытые позиции. Не каждый брокер позволяет, но, в общем, это возможно. На акциях нет. Дальше у нас есть фьючерс с бумагой, но не всегда возможно, не на всех рынках есть и фьючерс, и акция. Это очень редкий такой союз-тандем, да. Значит, можно применять какие-то варианты, ну, допустим, на товарных рынках. Дальше уже более серьезный, самый серьезный хеджевый инструмент, это уже опционы, options. Тут вообще все, ну, для этого и создан был, да, опционы были созданы для хеджирования. Я расскажу, как это было, там, 300-400 лет тому назад. Ну и, наконец, я вам покажу более приемлемый на рынке акций вариант. Тот способ, который вам позволит хеджировать ваш портфель одним инструментом. Конечно, не идеальным тоже. Если у вас очень специфический портфель, сложно будет что-то сделать. Ну и, собственно, все. Вот несколько похожих и непохожих друг на друга вариантов. Давайте сначала я распишу на доске, покажу, как возник хедж, для чего он вообще нужен был, да. Надеюсь, вы видите доску. Напишите, пожалуйста, видите ли вы доску. Белая доска, да, чистый лист. Окей. Смотрите. Как появились вообще фьючерсы, как появились опционы. Представьте себе, что есть фермер. Вот это вот Штаты, да, территория Штатов. Ну, тут еще я забыл. Где-то вот здесь, где-нибудь в Алабаме, Оклахоме, я не знаю, как правильно, ну, то есть, в этом месте какой из них находится. Где-то здесь есть урожай у фермера. Урожай, кукуруза, пшеница, что угодно. Я сейчас быстренько объясню этот случай, потому что он не должен отнимать у нас много времени. Это всего лишь исторический такой пример, как все возникало, как все появилось. То есть, рынок был вот здесь, в Чикаго, назовем вот так вот, Чикаго. Фермер выращивал пшеницу и вез ее в Чикаго. Ну, допустим, он сажает ее в октябре, он уже должен принимать решение. Собирает урожай где-нибудь в апреле и везет, ну, или наоборот, не важно, и везет в Чикаго. Допустим, два месяца на лошадях этот урожай будет идти до Чикаго. Там свои издержки могут украсть, могут ограбить или потерять можно урожай. Что нужно фермеру? Фермеру нужно, чтобы когда он приехал в Чикаго, цены были приемлемы, как в прошлом году, когда он был в Чикаго. На рынке, вот базар у нас один, да, представим, 1763 год. В прошлом году тонна была 5 долларов, допустим, не важно, цифры сейчас не важны. А в этом году у него себестоимость 4, тонна была 5 долларов, и он за 4 сажает, выращивает, за 5 продает. 20% ему остается, неплохо, даже 25, да, сверху маржи. Неплохо. Но в этом году он не знает, какие будут цены. И вот в прошлом году, когда он уезжал с рынка обратно вот сюда, в Алабаму, в Оклахому, к нему подошел трейдер, назовем его Абрам, да, Абрам, и сказал, слушай, Джон Смит, фермер, вот ты через год приедешь, я могу... А, кстати, в этом году цены упали очень сильно, очень сильно, они вообще 7 стоили, но они упали до 5. И Абрам ему говорит, хочешь, я у тебя в следующем году куплю по 5. Джон думает, ну это хорошее предложение, я продам за 5, хотя цены падают, может они в следующем году вообще будут 3. Я не хочу 3, это будет убыточное хозяйство, убыточная, да, сделка убыточная. И он говорит, хорошо. И они заключают договор, назовем его фьючерсный. На самом деле это форвардный, да, потому что фьючерс от форвард отличается тем, что форвард на неорганизованных рынках торгуется, а фьючерс уже на организованных. Но вот тогда рынка как такового фьючерса не было, да, организованной биржи чикагской не было, и они заключили напрямую контракт, форвардный контракт. Ну, назовем это тоже фьючерсом. Что Абрам купит у Джона Смита по 5 долларов в тонну. Джон Смит возвращается обратно, начинает сеять, сажать, нанимает людей. У него снова себестоимость 4, может он немного снижает до 3.5 за тонну, как-то, да, снижает издержки. Но неважно, у него по 5 уже заключен контракт. Через год он приезжает сюда в Чикаго, Абрам у него забирает по 5, а вот почем продаст Абрам, это уже вопрос другой. Почему Абрам заключил эту сделку? Абрам заключил эту сделку потому, что он верит, верит, что слишком сильно цены упали. Очень много фермеров обанкротилось в США, в Мексике, в Канаде, еще где-то. И в следующем году цены явно будут выше, потому что предложение будет меньше, чем спроса. Потому что обанкротились некоторые. Не у всех себестоимость 4, не все выдержали. И вот покупает по 5. Это его риск. Абрам кто? Абрам спекулянт. Обычный спекулянт. У него были свои данные, что действительно в Канаде очень много обанкротившихся фермеров. Он получал из Мексики какие-то письма. Ну, интернета не было, что много банкротств. И вот пришел к выводу, что 5 уже не будет такой цены. Хотя он, конечно, рискует. Он рискует. Мало ли, мало ли, появились другие производители. Интернета нет. Может быть, они появились, а он не знает. Но в любом случае он получил вот такую информацию. Анализ сделал и купил. Обещал купить у него 5. Так вот, приезжает Джон Смит в Чикаго и видит, что цена 6. Ну, хорошо, думает. Я по 5 уже заключил сделку. Зато я спокойно спал целый год. Мне было спокойно. Продает Абраму по 5 и уезжает обратно. И Абрам, купив по 5, продает по 6 сразу и получает доллар прибыли чистым. Вот если бы не было Абрама, не было бы хеджа у Джона Смита. Он бы не смог продать этот урожай. Он бы пришел на рынок. А что, если бы цена была бы 3? Ну, вот представим, действительно, цена продолжает свое падение. Упала к 4, к 3 долларам. Достигла 3 долларов. И тогда Абрам вынужденно покупает по 5, а на рынке 3. Он хранит эту пшеницу где-то. 2 доллара несет убытка. Думает, продам позже. Может быть, еще будет дефицит на рынке. Но это уже другая история. Зато у Джона Смита был мощный хедж. При ценах 3 доллара за бушель, за тонну, он продал по 5. У него есть контракт, который захеджировал любое падение ниже 5. Любое. Вот это классический хедж, применяемый в бизнесе. Ничего же не изменилось. По-прежнему есть производители зерна, сырья, чего угодно, чьи цены котируются на рынках. Они по-прежнему существуют. И по-прежнему есть спекулянты, которые вот так вот заключают уже фьючерсные и форвардные сделки. Ну, неважно, форвард, забудьте, фьючерсные и опционные сделки. Вот это хедж. Давайте тогда вернемся снова. Снова чистая доска. Как это вообще сейчас работает? Вот сейчас, допустим, у нас есть British Petroleum. Поменяем просто сырье. Какая-то нефтяная компания British Petroleum. Она добывает нефть. Себестоимость нефти... Себестоимость... 40 долларов за баррель. Сейчас на рынке нефть, ну, допустим, 60 долларов за баррель. По 40 добывают, по 60 сейчас по текущей продают. Да? Price. Все хорошо. BP не жалуются. Маржа отличная. Сверху еще 20 долларов накинули. Ну, не они накинули, рынок накинул. На самом деле, это BP просто подчиняется рыночным ценам. Если они 60, продают по 60. Будут они 50, будут продавать по 50. Ну, и так далее. И страх, риск заключается только в падении ниже 40. Вот сейчас 60, и все прекрасно. А что будет, если цены упадут до 40 и ниже? Тогда BP будет нести убытки. Потому что добывает по 40, продает по 30. Как так? Да? И именно от этого случая, от этого сценария BP и хочет застраховать свои операции. Застраховаться полностью. Как он это будет делать? Есть два варианта. Два варианта. Первый. Первый. С фьючерсом. Смотрите. Есть на рынке фьючерс. Он торгуется. Он и стоит 60, кстати. 60 стоит не... Спотовая цена, да? Какой-то там нефти где-то в Роттердаме, в Сингапуре. 60 это фьючерсная цена. Если вы не знали, то я вам открою секрет. Цены на нефть, они генерируются, так скажем, создаются. Где-то там, на биржах, на Наймекс, на International Petroleum Exchange, бывшая, да? Сейчас ICE называется, Intercontinental Exchange. Ну, вот так. И нефтяники берут цены оттуда. Ну, там есть свои комиссии, дисконты, не комиссии, а дисконты, премии. Да, даже целая своя платформа есть. Плац, и она не единственная. Так вот. Представим, что цена, да, может упасть до 30, и Бритиш Петролем это сильно волнует. Они, увидев, что цена 60, а больше им сильно не надо, точнее надо, но никто же не гарантирует, что будет больше. Они по 60 долларов продают фьючерс, бумагу. Вот у них в левом кармане бизнес, да, назовем operations, операционная прибыль, а в правом назовем его финансовый карман. Вот этот фьючерс. Они берут маржу какую-то, да, бронируют, бронируют эту маржу, равную своей добыче, ну, допустим, миллион баррелей. Они бронируют маржу, равную миллионам баррелей, фьючерс на фьючерсе, и делают sell. Просто нажимают кнопку продать фьючерс. Сейчас я объясню, почему. И у них вот здесь есть фьючерс, проданный по 60, по 60. Проходит 3 месяца, допустим, у них на 3 месяца фьючерс, у них операции сегодня, да, добыча, они вкладывают деньги, через 3 месяца получают нефть и продают ее через порты своим покупателям. И вот они через 3 месяца замечают, что цена рухнула на 30, им придется выгружать, разгружать, да, продавать нефть по 30. Какой у них убыток? Минус 10 долларов с барреля у них убыток в левой части, в кармане, да, в операционном бизнесе. Справа, справа, у них прибыль плюс 30, потому что их фьючерс, проданный по 60, сейчас в прибыли, в хорошей прибыли, плюс 30. Итого получили плюс 20. Им не важно, что нефть стоит 30. Да, они ее отгружают по 30, да, они фиксируют убыток 10 долларов с бизнеса, но фьючерс им компенсирует все. И остается даже 20 долларов прибыли. Хорошо, а что если нефть улетела на 100? Они будут продавать нефть, которая добывается по 40, по 100, кладут в карман 60 долларов с барреля, но, но, к сожалению, здесь 60 сел при цене 100 приносит 40 долларов убытка. Получают 40 долларов убытка. Плюс 60 минус 40, снова 20. Посмотрите, какая железная такая формула. Какой бы ни была цена, можете любую цифру вписать. 110, 640, 0, там, любую цифру, у них всегда будет стабильно что? 20 долларов. Вот это называется хеджирование. Классическое хеджирование бизнеса. Классическое хеджирование операций в какой-то реальной экономике. Поменяйте нефть на что угодно, кукурузу, удобрение, что угодно. Если есть фьючерс, вот так можно хеджироваться. Если есть вопросы, пишите. Кстати, мы в Ютубе в трансляции или нет? Напишите, пожалуйста, мне в чате, если вы знаете, насколько у нас в Ютубе есть трансляция. И я параллельно ее открою. Или мы в записи. Секунду, что-то там включилось. Напишите, пожалуйста, в чате, есть ли у нас прямая трансляция на Ютуб. Я ее открою, потому что там могут быть вопросы. Никто не знает? Нет? В последнее время в записи мы были. В записи мы были. Ну, сейчас посмотрим. Нет, у нас нет прямого эфира. Значит, мы будем в записи. Хорошо. Так, ну, я открыл. Вроде ничего нет на канале Адмиралс. Я не вижу, не вижу ни одного эфира прямого. Да, все чисто. Значит, мы будем записи. Хорошо, продолжаем. Итак, через фьючерс, через фьючерс хеджируется реальный бизнес. Но вы скажете, но ведь если цена будет расти до 100, они ничего не получат. Они всегда будут плюс 20, а это не очень хорошо. А можно ли сделать так, чтобы при росте цены у них все было хорошо? Чем больше, тем лучше. А при падении они особо не теряли. Да, можно. Да, можно. Можно. Оставим ту же историю с нефтью вот здесь. 40 себестоимость, 60 текущая цена. А в правой части мы не фьючерс зашортим, не фьючерс продадим. А просто купим, купим страховочку. Я сейчас объясню, почему я это называю страховочкой. Потому что это вообще-то опцион, это пут-опцион. Покупает для простоты страховочку, которая ему покрывает любое падение ниже 40. Вот ниже 40 любое падение будет покрыто. Эта страховочка принесет как фьючерс прибыль. Но стоит эта страховочка 1 доллар за баррель. Бритиш Петролям говорит, ребята, что такое доллар? Ну, мы же хотим спать спокойно. Давайте дадим этот доллар за баррель. Мы же все равно 20 имеем. Неужели нам жалко отдать доллар на страхование своих оперейшн, своих рисков? Окей. Они платят этот доллар. И если цена рухнет до 30, они здесь получат 40 минус 30 плюс 10. Здесь получат 40, 30 минус 10. Да. И, собственно, их расход будет всего 1 доллар. Все. Вот так выйдут сухими из воды. Фьючерс вроде рухнул до 30, но все, что ниже 40, они не потеряли. А потеряли всего лишь доллар, который отдали. Назовем это за страховку, назовем это страховой компанией. Хотя это такой же инструмент, называется опцион, пут опциона. Не просто его купили. Страховка. Страховка. Да. Вот так. Теперь давайте вернемся к рынкам. Теперь мы знаем, что такое опционы, что такое фьючер. Ну, в данном контексте всего лишь один опцион, пут. Мы знаем, как работает это в реальном бизнесе. Почему все это назвали хеджирование? Да. Потому что это синоним слова страхование. А теперь давайте на рынке посмотрим, как это работает. Вот я вам говорил, что есть несколько способов. Издалека начинаю. Стоп-лосс. Ну, что такое стоп-лосс? Это купленный актив по цене там 80 долларов за штуку. Акция, допустим, вот здесь было 100, откатило на 80. Вы решили купить. Но вы не уверены, будет ли идти ниже бумага, будет ли движение цены вот сюда куда-то на 60. Вы боитесь этого. И решили, что так сильно терять вы не хотели бы. Поэтому 70 для вас такое ограничение. Вы считаете, что больше 10 долларов с акцией я терять не хочу. И вы ставите сюда стоп-лосс. Что такое стоп-лосс? Просто, ну, грубо говоря, все одной кнопкой делается. Звоните брокеру и говорите, слушай, вот здесь у меня стоп-лосс, да, стоит. Это значит, что я тебе поручаю продавать мои акции по 70, если уйдут ниже. Вот как только увидишь на экране 70, продавай мои 100 акций, купленные по 80. Он говорит, хорошо, не проблема. И если бумаги будут падать, 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 дойдут до 70, вашу сделку закроют, вам зафиксируют убыток 10 долларов, а дальше бумага может идти и на 60, и на 50, а может вообще развернется, пойдет вверх. Кстати, этот сценарий совсем не подходит вам. Вас закрыли, ваши бумаги отдали, и только потом бумага пошла на 140. Очень плохо стоп-лосс. Вроде бы вас должен был спасти, но в данном контексте, в данном случае, он ни разу вас не спас. Он закрыл вас, потому что никто не знает, куда бумага пойдет после 70 на 140 или на 30. Брокер не знает стоп-лосс, вообще не какой-то интеллектуальный инструмент, да, он просто фиксирует и все. Вот так. Плохо, конечно, неудобно. Если, конечно, будет 30, вы скажете, отлично, как хорошо, что у меня стоял стоп-лосс. Дальше идем. Что еще можно сделать на рынке? Лог. Я вам говорил, что начнем издалека. Есть такое понятие лог. У вас бумага, ну не бумага, на бумаге не получится. На валютной паре, да, вы купили там евро-юсд. А вот здесь. 1.05. Думали, он пойдет вверх. А он пошел на 1.04. Ну вы верите, что где-то дно рядом, ну не будет, ну ниже не пойдет. Не хотите ставить стоп-лосс по 1.04? Вот сейчас 1.04. Ну не хотите. Вы чувствуете, что ну как, ну 100 пунктов я пережду, ничего страшного. Если я поставлю стоп-лосс сюда, ну допустим сейчас 1.04.20, да. Если я поставлю на 20 пунктов ниже стоп-лосс, зацепит, меня закроет, а потом пойдет вверх на какие-нибудь 1.07, и я не смогу взять свои 200 пунктов. 1.05.1.07, а меня закроют. Что делать? Вы говорите, а вот, смотрите, есть такое решение. Я сейчас на 1.04 не стоп-лосс поставлю, а заключу. Вот сейчас у меня buy, да, buy, первая сделка, buy, long, да, вверх, вверх. Заключу еще одну сделку евро и USD, уже sell, то есть вниз. И у меня будет 2 сделки, buy 1.05 и sell 1.04. Для чего я это сделал? Потому что я хочу временно переждать вот это небольшое падение, и верю, что падение закончится ростом. Если я закроюсь, я на росте не смогу забрать. Понимаете? И вот вы встаете в обе стороны. Но вы в любом случае на 1.07 не сможете заработать с 1.05 до 1.07, потому что у вас sell будет приносить 300 пунктов убытка, buy будет приносить 200 пунктов прибыли. Где же тут прибыль? Тут нет прибыли. А значит, войдя в лог, вам нужно будет еще из него выйти. Да, вот хорошо написал Дмитро. Еще и нужно выйти из него. Это вообще искусство. Это всего лишь такая ловушка, можно сказать. Ловушка. Смотрите, действительно, войти в лог легко, потому что одно решение вы принимаете. Лог после того, как вы его заключили, закрыли вот так. Замок. Почему называют замок? Потому что вы в замке. Пойдет вниз, sell будет приносить какие-то там XXX прибыли, а buy будет отнимать. Да, Станислав, на самом деле разделить на несколько частей, это очень хороший метод. Ну, как он не решает всех проблем, но избавляет от части. Я тоже всегда в акции захожу частично. И выхожу частично. Для меня это тоже своего рода такое спасение, хэдж. И очень хорошо. Не надо сразу всей суммы. Не то чтобы всей суммы депозита. Вот вы хотели купить 100 акций Microsoft? Купите 50. А потом еще раз успеете купить. А не успеете, так не успеете. Хотели на 100 акциях заработать, заработать на 50, ничего страшного. Так вот, лог, рекомендаций тут особо нет. Но просто вы должны понимать, для чего лог и от чего он вас спасает. Он вас спасает от принятия решения вот здесь. Так как вы чувствовали, что это где-то похоже на дно, что где-то вот там уровни мощные, что вы не можете из-за каких-то новостей прямо сейчас закрыться, на эмоциях выйти. Вы просто избавляете себя от закрытия позиций. То есть превращаете себя в такой, в buy and hold, да, хотя на валютах так лучше не делать. Там нет дна, да, там маржа вообще есть, leverage. Но избавляете себя от принятия решения сейчас. Зато добавляете себе два решения. Теперь вам нужно выйти из лога. Зашли и еще надо выйти. Хорошо, допустим, ушли мы действительно на 1.03 и тут вы закрываете свой лог, закрываете sell с прибылью 100 пунктов, плюс, и оставляете buy с минусом 200 пунктов. Ничего не изменилось, ничего не изменилось. Минус 200 плюс 100. У вас все равно минус 100, да, как и было бы, если бы вы на 1.04 закрылись. Но сейчас у вас надежда. Если бы вы закрылись на 1.04, надежды больше никакой бы не было. Закрылись и вышли. А сейчас, закрыв sell с прибылью, вы дали себе отсрочку. У вас по-прежнему минус 100 пунктов, но зато есть ощущение, что от 1.03 наконец пойдем вверх. Если не пойдем, будет то же самое, что если бы вы с 1.05 сидели бы до 1.04 и ниже. Вот всего лишь вот так. Сложно. Из лога выходить сложнее, чем просто ставить стоп-лосс. В психологическом плане это плохое решение. В психологическом плане это такое увеличение своего нагрузки на себя психологически. Но если, как пишет Станислав, разделить на несколько частей, заходить в лог не сразу вот один раз, а сначала заклокировать половину, потом вторую половину, или 0.3.0.3.0.3. На Форексе это возможно, на акциях не сделайте вы этого. Может быть, можете, конечно, когда у вас два счета, да, в Адмирале. Инвест счет и спекулятивный какой-нибудь CFD. Вот. На инвесте у вас бумага, на CFD вы вот так вот шортите. Ну или наоборот, в общем, не, наоборот не получится, шортите. Вот тогда да, через суррогатные какие-то, да, CFD а-ля как акция. Да, вот видите, Игорь тоже пишет, Игорь Мирошниченко пишет, что выходил с замка, и это очень сложно психологически. Просто вы должны, я вижу, тут трейдеры опытные сидят, отлично, Станислав, Игорь и Дмитро, вы должны просто для себя расписать это заранее, тогда вы будете знать, что это вам надо сделать. Да, хорошо, что на CFD можно и лонг, и шорт, да, вы хотели сказать. Вот для себя записать, что я на 1.04 перевернусь в лок, а на 1.03 этот лок закрою, или если мы развернемся снова на 1.05, тогда я закрою уже селс убытком и буду ждать выше. То есть если заранее себе распишите, то будет легче, не сильно легче, но легче. Вот такая, к сожалению, такой инструмент, который нельзя назвать идеальным, чуть лучше, чем лосс, стоп-лосс, но не психологически лучше. Психологически он, конечно, сложнее. Хорошо, у нас времени не так много будет, поэтому я иду дальше. Значит, мы две вещи разобрали, стоп и лок. Наверное, лок для некоторых был каким-то открытием, новостью, да, для некоторых, тех, кто отписался в чате, как раз ни разу не новостью, они уже применяли и много раз даже знают минусы и даже знают, какие там ловкость, какую надо применять, ловкость рук и так далее. Теперь идем дальше. Давайте я включу слайд, и мы там посмотрим, что у нас еще осталось. Здесь по, по, сейчас, где же мой слайд, вот, вы видите слайд, да, наверное. Напишите, видите ли вы слайд. Ага, так, ну, тут у нас Роман уже объяснил о рисках, я все это пропущу. Сейчас, кстати, коррекция, возможно, для хеджирования не самое лучшее время, поздновато, поздновато хеджироваться. Но если вы только сейчас зашли в buy and hold, вот, допустим, очень много акций просели, ну, максимально, насколько можно себе представить. Огромное количество бумаг из NASDAQ имеют коррекцию 60-70%. Вот если сейчас войти в buy and hold, то хеджировать дорого, конечно. Ну, а что делать? Не ждать же. Может, завтра будет еще минус 10, и тогда хедж будет еще дороже. Поэтому, вот, момент вроде не самый дешевый для хеджа, но для тех, кто сейчас заходит, другой выбранит. Хорошо, давайте мы посмотрим. Вот у нас три метода хеджирования топовых, но так как я начал с конца, со стопа и с лока, чтобы было легче, мы сейчас только идем вот к этим топовым методам. Ну, и немножко я рассказал, что такое опцион и что такое фьючерс. Теперь давайте поговорим о том, как можно хеджировать отдельную бумагу, вот одну, однюшенькую бумагу, кроме как локом через CFD и лонг на инвест-счету в одной и той же компании желательно, да? Как еще можно? Парным трейдингом. Парный трейдинг, это кажется, что вещь сложная. Вот тут на слайде, в общем-то, то, что я рисовал, стоп-лосс и так далее. Парный трейдинг, это торговая стратегия, где мы сопоставляем две бумаги. Одна, по одной у нас лонг, по другой шорт. В одной мы стоим в покупках, в другой в продажах, ну, то есть играем на понижение. Почему мы это делаем? Ну, допустим, мы не хотим какую-то одну бумагу продавать, которую мы уже купили, Кока-Колу, и боимся, что сейчас все рухнет, и мы зашортили Пепси. А еще лучше, вот что, почему мы это делаем. Не потому, что мы хеджируем свою Кока-Колу, мы и шортим Пепси, а парный трейдинг именно для этого существует, потому что мы уверены, что как раз Кока-Кола хорошая, да, допустим, а Пепси не очень. И если мы будем расти, то расти будет как раз Кока-Кола, а не Пепси, да. Вот поэтому мы купили хорошую бумагу, зашортили плохую. Вроде и хедж есть, присутствует. Чем он хедж? Тем, что весь рынок будет расти, нам не несет это каких-то рисков или каких-то сверхвыгод, потому что у нас и шорт есть, и лонг на одинаковую сумму, да, там, тысячи долларов шорт, тысячи долларов лонг. Если весь рынок будет падать, мы с Кока-Колой лонга заработаем денег, но шорт Пепси-Колы у нас будет отнимать. Вроде хедж, но как бы просто хедж, да. Так что парный трейдинг, он вроде и хедж, но смысл его в том, чтобы найти две бумаги с отличными друг от друга, отличной ситуацией в бизнесе, фундаменталом, технической картиной, и в одной встать в лонг, в другой в шорт. Вот тогда вы получите хорошую связку. Одна бумага растет, другая не очень, или падает даже, и тогда у вас хорошая разница между вот дельта, да, назовем дельта, между ростом Кока-Колы и падением Пепси-Колы. Это и хедж, с одной стороны, и возможность заработать, если вы угадали, что эта дельта существует в этих двух бизнесах. В каких, кстати, бизнесах? Почему есть такие вот примеры? Кока-Кола, Пепси, там, Манстр, Рэдбулл. Ну, Рэдбулл не вышел на биржу, он обещал, обещал, не вышел. Твиттер, Фейсбук не очень, там такие качели, что они никогда даже вместе не шли. Амазон, Алибаба могло бы быть, но это разные страны, разные юрисдикции, вообще разные, как кажется, бизнес одинаковый, а вот все остальное разное, да. Ну, вот работает это примерно так, по одной вы забираете плюс, по другой вы забираете минус, главное, что плюс больше был, чем минус. И как их выбираем? Тут вот нужно брать индустрию очень стабильную, желательно, чтобы одинаковая, ну, не одинаковая, точно одинаковая и стабильная индустрия. Показатели смотрим, они должны отличаться. Пару, чтобы можно было шортить, нельзя встать в бумаги, в которых нет шорта, ну, у вашего брокера, как минимум, или вообще на бирже, потому что не все бумаги шортить можно на биржах. Некоторые неликвидные бумаги, на них шорт отсутствует. Ну и все остальное посмотреть. Хорошо, это все-таки не хедж, это просто стратегия, похожая на хедж, она не похожа на вас, в сущности, вы захеджированы, да, вы спокойно можете спать, если вдруг боитесь роста или падения рынка глобально, да. Окей, тогда давайте вернемся и посмотрим, что у нас еще тут есть. Парный трейдинг, вообще по парному трейдингу у нас есть курс в Адмирал Маркетс, он проходит, ну, примерно раз в месяц или раз в два месяца. Если вы хотите, да, научиться такому методу, отличному от всех других, маркет нейтральному, не имеющему направленность, зарабатывающему, ну, в принципе, от движений как вверх, так и вниз, лишь бы была дельта, лишь бы можно было выбрать бумаги, которые все время, все время шли одинаково, вдруг начали расходиться, да. Вот пишите Роману, я думаю, объявление скоро тоже будет, стартует еще один курс, мы недавно закончили предыдущий. Не будем об этом долго говорить, если вам интересно узнать новый метод, то вы сможете его получить. Давайте тогда поговорим о шорте через фьючерс или ETF. Итак, давайте я открою какой-нибудь, ну, или давайте доску открою, знаете, лучше доски, по-моему, ничего нет, потому что там можно все рисовать. Напишите, пожалуйста, видите ли вы доску. Плюсик поставьте. Итак, смотрите, у меня есть портфель, да, портфель, в нем каких-нибудь там 10 акций. Эти 10 акций очень стабильные, очень надежные бумаги, ну, из тех, что можно вообще представить. Это Coca-Cola, это Microsoft, это Apple, ну, и так далее, тому подобное, Bank of America, и еще несколько бумаг, очень надежных, стабильных. Я собрал вот такой портфель, опять не получилось нарисовать, вот так. он разделен на несколько частей. Вот. И тут вот Microsoft, Apple, ну, поняли вы, что это портфель. В этом портфеле, допустим, 10 тысяч стоимости этого портфеля. Мой риск падения стоимости портфеля, потому что у меня long, длинная позиция, покупка. Как мне захеджировать этот портфель? Что? На каждую бумагу ставить стоп-лосс? Ну, это неудобно, и вообще стоп-лосс может зацепиться. Просто зацепит и пойдет вверх. Бумаги-то стабильные, мы же не боимся, что они прям рухнут, исчезнут. Окей, а что тогда делать? Допустим, ну, я позже расскажу, купить put-op-сон, это другая история будет. К каждой бумаге найти пару и захеджироваться через шорт-пары, допустим, к Microsoft, там, Oracle, Kepple, еще что-то, но это вообще криво. У вас может быть минус еще больше, потому что Microsoft пойдет вниз, а то, что вы через парный трейдинг захеджировали и сделали шорт, а он пойдет вверх, Oracle, например. Никто же не гарантирует, что так и будет, как вы задумали. Что же делать? Есть один выход, он, ну, их даже два, но пока мы говорим о фьючерсе. На этот портфель или похожий на него портфель торгуются ETF. Как можно выбрать на этот портфель похожий? Ну, вот вы же видите, что это очень стабильные бумаги, они все входят куда? В Dow Jones, DJIA, или IA, Dow Jones Industrial Average. Там тоже подобные бумаги, очень похожие. Корреляция прям 95%. Портфель, конечно, отличается в Dow Jones и 30 бумаг, у вас 10, но в целом, в целом, очень коррелирует. Окей. Что можно сделать? Просто взять ETF на Dow Jones, он называется DA. Что такое ETF, вы, наверное, знаете? Это такой Exchange Trade Funds, готовый портфель. DA, это портфель на Dow Jones. Взять на него CFD, ну, то есть, то, что можно шортить. И зашортить. Зашортить на другом счету или на том же счету портфель на Dow Jones, если вы боитесь какого-то обвала. Так? Если рухнут все эти бумаги на 20%, то DA тоже рухнет примерно там 16-24, допустим, диапазон. И тогда вы просто закройте внизу где-то вот упал, да, ваш портфель сильно на 20%, а фьючерс принес вам 20%, пускай будет одинаково 20-20. Ну, это где-то на дне вы говорите, ну, что, стабильные бумаги, куда они еще упадут? Ну, все, я скидку взял 20%. Вы закрываете свой фьючерс плюсом, бросаете на баланс себе, допустим, 2 тысячи, да, на 10 тысячи, да, 2 тысячи, и дальше ждете со своим портфелем. Да, если бумаги будут дальше падать, да, у вас будет дальше минус увеличиваться, но вы от данного уровня уже 20%, это достаточно много для Dow Jones, от данного уровня, если вы пойдете вверх, у вас портфель будет еще выше. То есть, вы прокатились минус 20% без потерь. Дальнейшие 20, 10, 15, там, сколько-то они будут с потерями. Вот так, разово, разово себя захеджировали. Правда, если портфель будет идти вверх, то ETF вам будет нести убыток. Вы будете как бы думать, это как лог, это один в один как лог. Но так как здесь все-таки есть дно, все-таки стабильные бумаги, вы их купили на долгие годы, вообще дивиденды собираете с них, да, вам очень нравится собирать дивиденды. Поэтому такого, ну, тут, конечно, тоже снимут, тут, если, зависит от инструмента, конечно, тут могут сделать, как это называется, дивиденд коррекшн, да, или как называется. Ну, неважно, ладно, бог с ними. Вот, вы просто на время забываете, что такое падение, обвал, и на какое-то время обвал компенсируется сторонним инструментом. Его вы закрываете, и дальше уже вы сидите, ну, голый, да, в позиции, без хеджа, без хеджа. Ну, и надеетесь, что рынок пойдет вверх. Значит, это один способ, как можно, так, сейчас я открою, ну, а где новая доска, секундочку, а, вот. Теперь, второй способ, еще более хитрый, еще более хитрый, его можно применять, как на портфелях больших, так и на отдельных акций. Давайте начнем с отдельных акций. У вас есть акции Кока-Колы. Вы ее купили по 60 долларов за штуку, да, 100 акций Кока-Кола купили. Окей, отлично, ждете 80, целевой уровень 80 долларов за акцию. Но вы боитесь, что бумаги не всегда растут, они могут упасть. И ваш риск 10 долларов на акцию. То есть, всего вы боитесь, вы хотите 1000 долларов потерять. Точнее, это неправильно будет звучать. Вы не хотите потерять, больше, чем 1000 долларов. Максимум ваш. Что можно сделать? Ну, как мы уже говорили. А, поставить стоп-лосс на 70 долларов за акцию. Б, через какой-то CFD на Кока-Колу там и так далее. Это не будет, не совсем хедж, это будет лог. Самый лучший способ, самый идеальный, потому что, вот, собственно, из-за этого и были созданы опционы, это купить пут-опцион. Пут-опцион 70-й. То есть, купить страховку, назовем это страховка, купить страховку ниже 70-ти. Все, что ниже 70-ти, вам покроет страховка. Конечно, она стоит денег, но я думаю, она стоит где-то, ну, там, 70 центов. Вы просто идете на рынок к существующим акциям, прикупаете страховку за 70 центов и все. Все, что ниже 70-ти, ну, давайте другие цифры сделаем, а то 70-ти, пускай будет 80 центов. Все, что ниже 70-ти долларов, компенсируется. Допустим, рухнула Кока-Кола до 52-ти. Если б не было хеджа, а, подождите, почему 70-ти? Я по 60-ти купил. Ой-ой-ой, стойте, стойте. 60-ти, 80-ти, это вот здесь, 60-ти, 60-ти, нет, 50-ти, 50-ти, извиняюсь. Я поставил 80-ти, мне показалось, 50-ти. Допустим, 32, рухнула бумага до 32-ти. Ну, бывает, бывает, не дай бог, конечно, чтобы Кока-Кола до 32-ти рухнула, это уже что-то страшное. Рухнула бумага. Со свистом пролетела вниз на 32. Что у вас происходит? У вас в портфеле минус. Минус 2800 долларов, да? 28 долларов с акцией, 2800 со 100 акций. И страховка, которая 50-я, она же страхует все, что ниже 50, значит, она зарабатывает все, что ниже 50. в ней 18 долларов с акцией, то есть 1800. Ну, и минус 80 центов. Минус еще 80 долларов за 100 акций, да? Итого получаем 1080 долларов. Ну, чуть больше получилось, чем вы хотели. Вы хотели тысячи, да? Вот так застраховались. Бумага рухнула, опцион вам покрыл. бумага пошла вверх на 80, опцион всего лишь потерял 80 центов. Ура! И тогда ваша прибыль вместо 2000, да, 20 долларов с акцией, 2000, получилось 1920. Тоже неплохо, да? Тоже неплохо. Вот это самый настоящий хедж. Ну, так скажем, хедж 80 уровня, да? Все остальные тоже хеджи с какими-то минусами, с какими-то недостатками, но вот этот хедж, он самый идеальный, потому что при росте вы зарабатываете, при падении не теряете больше, чем установили вот этот уровень. Вы можете купить 60-й хедж, чтобы не потерять ниже 60, ни копейки, но он будет стоить дороже, он не 80 центов за акцию будет стоить, он будет стоить 3 доллара, 3 доллара за акцию, и тогда вы должны быть готовы просто сейчас отдать 3 доллара, при росте на 80 разработать не 20 долларов с акции, а 17, потому что 3 доллара вы уже отдали на страховку, но зато при обвале на 32 вы потеряете всего 300 долларов, потому что все, что ниже 60, вам компенсируется, но стоимость этой компенсации к сожалению огромная, в данном контексте она немалая. Вот такая история, вот такой список инструментов, которые можно. Теперь давайте посмотрим, что у нас еще в слайде есть, в слайде шорт ETF, покупка пута, парный трейдинг, ну собственно все я рассказал, практически все рассказал, если есть вопросы, пишите, хорошо так закончили, да, рано, конечно же тема сложная, чтобы, чтобы все это за один час успеть уложиться, тема действительно обширная, да, хеджинг, целые книжки существуют, как хеджироваться, ну я скажу, как я хеджируюсь, мне нравится парный трейдинг, но не для хеджа я его использую, пассивного такого, да, хеджа, а все-таки для того, чтобы прибыль получать, мне нравятся опционы, потому что на них вот собственно хедж, он такой классический, да, более отточенный, идеальный, близкий к идеальному, дальше неплохой хедж, получится, если ваш портфель коррелирует с каким-то индексом, тоже, можете залокировать себя через шорт индекса и лонг портфеля, ну и собственно самое ужасное, на форексе это лог, на акциях это невозможно, в одном и том же мета трейдере, как минимум, на валютах это лог, а на акциях это вот CFD и инвест счет, теперь как можно применять этот лог, чтобы он не был бессмысленным, вот совсем бессмысленным, это если у вас действительно надежные бумаги, по которым вы чувствуете, что есть какая-то стоимость близкая ко дну, вы считаете, что если мне Coca-Cola дадут по 30, я точно ее возьму и не буду продавать, если мне Coca-Cola кто-нибудь со скидкой минус 50% отдаст, то я уж точно ее возьму, поэтому вы вот так вот хеджируетесь, встаете в обратную позицию по какому-то индексу и в случае падения вашего портфеля индекс закрываете с прибылью, а остальное оставляете, потому что у вас действительно хорошие бумаги, даже если индекс более шальной, тем лучше, но при росте вверх не ждите, что у вас будет прибыль, потому что все, что вам принесут акции, будет отнимать, там конечно есть вариации, вариации, какие бумаги включать в портфель, чем хеджировать, если на хедже не берут с вас дивиденды отрицательные, да, с шорта, то вообще хорошо, вы можете скопировать, но я сомневаюсь, что есть такой инструмент, где вам не сделают коррекцию на дивиденд, дивиденд correction, ну мало ли, тогда это вообще арбитраж, это был бы хороший арбитраж, вот, вот я думаю, так, конечно, есть еще более хитрые методы хеджирования через сложные деривативные инструменты, о которых, конечно же, мы не сможем рассказать, я пару штук даже использовал, минусы у них свои есть, и плюсы есть свои, ну вот, резюмирую, резюмирую сегодняшний вебинар, самое неудобное, неуклюже, но самое простое, это просто иметь стоп-лосс, имейте стоп-лосс, и тогда у вас не будет проблем с чрезмерными убытками, но будьте готовы, что стоп-лосс будет, цеплять будет его, да, иногда будет проскальзывание, ну, что делать, бывает такое, второе, если это форекс, вы можете локировать, тот же стоп-лосс, но с шансом, с шансом выйти, да, третье, ну, как бы не третье, а вообще нужно было это вначале сказать, кстати, наши трейдеры, уважаемые, писали об этом, не заходите сразу в одну, в одну позицию, всем объемом, доступным для этой позиции, потому что никто не знает, где дно, никто не знает, где лучшая цена для покупки, всегда говорите себе, а что если я сейчас ошибся и цена высокая, сколько я хотел на Кока-Колу потратить, 100 акций, да, по 60 долларов, это 6 тысяч, потрачу-ка я 2, а остальное придержу, что значит придержу, вы можете сразу отложенные ордера поставить, купить по 62 на 2 тысячи, то есть 33 акции, еще buy limit поставить, еще на 33 акции, по там 55, еще там на 52 поставить ордер, и все, сработает, хорошо, добьете, доберете свою позицию по Кока-Коле, не сработает, так ну и ладно, с 33 акциями расти тоже неплохо, да, такая диверсификация позиции, не диверсификация портфеля, а диверсификация входа, точки входа, времени входа, это даже раньше, чем стоп-лосс вас будет спасать, ну и потом уже стоп-лосс или лог, второе, как мы только что сказали, это хеджирование всего портфеля через отдельный индекс, который очень похож на ваш портфель, но это тоже локирование, это просто вверх вы теряете на одном, зарабатываете на другом, вниз зарабатываете на одном, теряете на другом, вниз это идеально было бы для вас, с хеджа закройте, искалите, скидочка, теперь у меня портфель стоит на 20% дешевле, чем когда я его брал, спасибо хеджу, если бы не было хеджа в виде вот этого вот купленного, зашорченного индекса D.I.E., QQQ, для разных индексов, они разные, да, смотря что у вас, то не было бы этой скидочки, ну и наконец, высший пилотаж, это через опцион, через put-опцион, он собственно для хеджа и придуман, хотя конечно, на шорте, наоборот, нужно call-опцион покупать, но это уже будет сложно, есть вопросы, я вижу, что я думаю, пишет Александр, по поводу роллинга от EMPUT на СПД, там несколько моментов, я скажу, я это раньше делал, там есть несколько моментов, ну во-первых, S&P, если вы об S&P говорите, нужно убедиться, расчетный он или поставочный, ну то есть, отнимут у вас его или нет при экспирации, второе, там есть стоимость, стоимость, вот на нее надо обращать внимание, ну есть софт специальный, там можно будет это отследить, наверное, знаете, TOS, не будем сейчас далеко уходить, в TOS это можно отследить, несколько раз мне брокер сам ролирование делал, несколько раз я злился на то, что такое происходит, ну вот там есть нюансы, вообще, вообще, держать какой-то индекс и постоянно докупать к нему путы, идея здравая, если бы стоимость не была высокой, вот у меня сейчас есть портфель, там я так делаю, по отдельным бумагам, не на индекс, я не знаю, сколько я уже на хедж потратил, реально, мне иногда кажется, что, конечно, не зря я хеджи постоянно с плюсом закрываю и снова докупаю, но много-много потратил, дальше, из личного опыта я бы не советовал замок, это только в экстремальных ситуациях, соглашусь с первой частью, да, дальше читаю, совет изучать фундаментал инструмента, новости, события, теханализ, паттерны, да пребудет с вами профит, юные водованы. Лог, как мы поэтому его и вначале назвали не самым удобным психологически, он вас может спасти, вы можете из лога выйти, потом по прошествии времени, по истечении времени сказать, как хорошо я вовремя сделал этот лог, вовремя его закрыл, но это будет такая удача все-таки, это будет удача, удачно зайти в лог, потом еще из него выйти, это прям должно повезти, да, поэтому заранее должны знать, что будет, если вы войдете в лог, что будет, если вы выйдете в такой-то момент из лога, что вы ждете, где нужно выходить из лога, и где снова ставить, допустим, лог или снова стоп-лосс ставить, то есть, если вы распишите себе все это, то окей, хорошо, будем считать, что мы на какие-то ответили вопросы, что-то разобрали, тема на самом деле, она обширная, большая, я постарался самую-самую простую, самую-самую минимальную часть этой обширной темы вам раскрыть, сначала рассказал о бизнесе, как он делает локирование, как вообще это, локирование, хеджирование, хеджирование, локирование, это чисто форексный такой термин, да, не ведитесь на него, локирование, это не, не какая-то прям серьезная вещь, это неудобное, но имеет место, да, быть, имеет право на существование, так вот, для чего придуман был хеджинг, как он работал, мы узнали, он очень давно существует, даже деривативы появились из-за хеджинга, да, не потому, что спекулянты хотели торговать, а потому, что он был жизненно необходим, потому, что хеджироваться надо было через биржу, не через страховую компанию, а через биржу, через других участников, которые берут на себя риск, вот, вот так, для чего нужен был хеджинг, и он до сих пор остается им, крупный бизнес, хеджирует, мелкому, наверное, нет смысла, там не те объемы, чтобы еще и открывать счет на бирже, но крупному очень даже рекомендуется, кстати, если вы торговали золотодобывающими компаниями, то могли замечать, если копались глубоко, у них на сайтах часто прям пишут, компания хеджируется, что значит хеджируется, то есть золотодобывающая компания добывает золото и продает, и хеджирует свою продукцию, а некоторые пишут, что анхеджд, наша продукция не хеджируется, то есть если золото улетит вверх, они возьмут все, если уйдет вниз, они потеряют маржу, да, у хеджирующих компаний, наверное, акции не так сильно растут, когда растет золото, потому что они часть прибыли тратят на хедж, скупают потопционы, фьючерс и так далее, вот так, это часто, вот просто для интереса можете зайти на сайт какой-нибудь компании золотодобывающей, американской, западной, и вы увидите, у них где-то есть информация, хеджируют они свою продукцию или не хеджируют, хорошо, у нас уже 19.03, мы будем закругляться, всем спасибо за то, что были с нами, слушали, спасибо, что участвовали, кстати, было немало, не много нас сидит в зуме, да, всего, но по комментариям очень даже живо, я надеюсь, в ютубе больше будет людей писать, если по существу в комментарии, то отлично, да, я прощаюсь, у нас будет еще один вебинар, уже через какое-то время, не могу сказать, когда, будет вебинар и он будет посвящен топ-5 упавшим, не топ-5, топ-упавших компаний, актуально сейчас очень NASDAQ-овских, технологических, ну, на сайте Адмирала увидите, я могу ошибаться с названием конкретно, вот, и мы с вами, надеюсь, снова увидимся, у меня все, всем удачи на рынках, всем спасибо, и я выключаю вебинар и прощаюсь с вами. Субтитры сделал DimaTorzok